Здравствуйте! Меня зовут Сергей Патин. И в этом видеоуроке я хотел бы рассказать вам об одной полезной программе для операционной системы ОСТН, которая позволяет записывать диалоги, которые вы проводите в Skype. Допустим, вы берете интервью у какого-то человека и затем хотели бы запись этого интервью выложить на своем блоге или сайте. И как раз данная программа позволит вам записать данное интервью, причем в превосходном качестве. И вы можете, кстати, качество то, которое вам нужно в этой программе выбирать. Еще одной интересной функцией данной программы является то, что вы можете в прямом эфире транслировать ваш диалог в Skype в интернет. И любой человек, которому вы дадите ссылку на ваш диалог, перейдя по этой ссылке и открыв ее, допустим, в каком-то проигрывателе, может слушать ваше общение в прямом эфире. То есть, по сути, вы можете сделать некое подобие онлайн-радио или подкаста. Но вообще нужно сказать, что данная программа как раз для создания подкастов и создана. Ну что ж, давайте поближе с этой программой познакомимся. Перейдите на ее официальный сайт. Он звучит таким образом. rushamoba.com Довольно странное название сайта, но они сами здесь даже пишут, что странное название, но великолепный софт, великолепные программы. И здесь несколько программ данная компания предоставляет, а нас сейчас интересует программа NiceCast. Кликайте по ней. Вообще нужно сказать, что эта программа имеет платную и бесплатную версию. Платная версия имеет стоимость 59 долларов. А бесплатная, соответственно, распространяется бесплатно, но в ней можно записать не более 60 минут за один раз. А потом нужно переподключиться и можно еще час записывать ваше интервью или что-то записывать то, что вы хотите. Нужно сказать еще, что не обязательно можно скайп записывать, а можно записывать вещание любой программы с помощью Nice Broadcast. А ту программу, вещание которой вы хотите записывать и производить вещание в интернет, вы можете выбрать на первой вкладочке. Я не буду рассказывать, каким образом данная программа устанавливается. Это очень просто. И если вы устанавливали программы какие-то другие на Mac, то установка данной программы ничем не отличается от установки других программ. И в первой вкладке, которую вы можете выбрать, здесь как раз и можно выбрать ту программу, которую вы будете записывать. Если вы хотите записать диалог в Skype, то здесь выбирайте просто программу Skype. Если вы хотите записывать или транслировать в сеть какую-то музыку, то вы можете выбрать iTunes и уже в iTunes выбирать ту музыку, которую вы будете вещать в сеть. Это первая вкладка. Здесь выбор приложения, которое будет записываться. Далее здесь вы можете выбрать название своего подкаста. Далее, что показывать автора и название. Здесь вы можете выбрать качество записи. Обычно хватает качества 96 кбит в секунду и моноканал. Вот таким образом можете здесь данные настройки выставить. Далее переходим на следующую вкладку, Shea. Здесь как раз и есть те ссылки, по которым люди могут слушать вас в прямом эфире. Соответственно, если вы скопируете вот эту ссылку и дадите вашим посетителям вашего сайта, то перейдя по этой ссылке, а точнее открыв данную ссылку в любом медиаплеере, они могут слушать вас в прямом эфире. И следующая вкладка эффекты, но эффекты мы рассматривать не будем. Однако, нас сейчас больше всего интересует функция записи диалога в Skype. Чтобы включить данную функцию, вам нужно нажать комбинацию клавиш Command 4. И у вас откроется еще одно такое диалоговое окно, в котором можно активировать данную функцию записи, а также выбрать место, куда будет записываться mp3-файл. По умолчанию он записывается в папку Music, NiceCast, Broadcast, Архив. И давайте мы с вами попробуем сейчас связаться с Евгением Поповым по Skype и попробуем записать наш диалог. Для того, чтобы включить данную функцию, я нажимаю сюда. У нас данная функция активна. И теперь давайте я позвоню Евгению по Skype. И мы попробуем записать наш диалог. И чтобы начать трансляцию и начать запись, нам нужно здесь нажать Start Broadcast. Привет, Евгений! Запись вроде бы пошла. И мы даже видим сейчас, я говорю сейчас для зрителей данного урока, как увеличивается файл, который мы сейчас с вами записываем в прямом эфире. Ну что ж, давайте попробуем все-таки, чтобы данный файл у нас был не монологом, а диалогом. И поэтому я спрошу у Евгения. Евгений, ты сегодня какие-то полезные уроки, может быть, тоже записывал. Расскажи, какие. Сегодня я записывал целую серию видеоуроков по программе Skype, потому что внезапно обнаружил, что по данному мега популярному инструменту у меня совсем нет уроков. Для многих новичков эта программа не совсем очевидная. Есть в ней свои тонкости, свои нюансы и много возможностей, на самом деле, которые не используются людьми. Поэтому записал серию уроков, но так как я работаю на Windows, попросил тебя также записать урок по махаку. Да, этот урок сейчас как раз и будет готов. Ну что ж, спасибо, Евгений. А я продолжу рассказ о программе NiceCast. До встречи, Евгений. Смотрите, у нас получился файл 1 мегабайт. Мы можем сейчас остановить нашу запись. Для этого я нажму на кнопку Stop Broadcast и мы можем перейти вот в эту папку NiceCast Broadcast Archive, чтобы посмотреть, действительно ли у нас там появился файл, который мы сейчас записали, и чтобы мы могли его послушать. Если вы не знаете, как найти эту папку, то просто воспользуйтесь комбинацией клавиш Ctrl-Пробел и у вас откроется поиск Spotlight. В этот поиск я сейчас ввожу, он сейчас, к сожалению, не виден в окошке записи. Я ввожу сюда Broadcast, чтобы найти данную папку. Итак, у меня открывается папка NiceCast Broadcast Archive. Именно в нее по умолчанию складываются все необходимые файлы, которые записались. И последний файл, который я записывал, вот такой. Как вы видите, у него mp3 формат. Давайте попробуем нажать пробел и послушать. И послушаем, действительно ли этот файл нормально записался. Привет. Привет, Евгений. Запись вроде бы пошла. И мы даже видим сейчас, что по данному мега популярному инструменту у меня совсем нет урока. Как вы видите, а точнее слышите, качество просто-напросто идеальное. И вы можете использовать данный файл на вашем блоге для того, чтобы ваши посетители тоже могли послушать интервью, которое вы записали с интересными людьми. Ну что ж, я надеюсь, что данный урок был вам полезен. И вы будете записывать ваши диалоги с помощью программы NiceCast. А может быть, даже будете создавать и подкасты с помощью данной программы. Кстати, мы сейчас с вами не очень подробно рассмотрели функцию вот этого именно расшаривания в прямом эфире подкаста. Потому что это довольно большая тема. Здесь можно подключить свой сервер, нажав комбинацию клавиш. Command 2. Здесь можно добавить свой сайт. И чтобы кнопка для прослушивания вашего подкаста в прямом эфире была на вашем сайте. А сейчас нас интересовала именно функция записи диалога в формате MP3. Я думаю, все понятно. С вами был Сергей Патин. Спасибо за внимание.